Добрый день, дорогие друзья! Чем можно очистить свои сосуды? Что используют для ВТВ? Если продукты, то какие? И какие из них нужно включать в меню? Мусор в артериях приводит к заболеваниям сосудов, таким как инсульт, инфаркт, сердечные приступы. Многие думают, что этому подвержены только старшие поколения, но нет. Атеросклероз может начинаться даже в юном возрасте. Помимо кучи таблеток, то есть препаратов, снижающих холестерин, оказывается, есть простые способы очищения сосудов. Мононенасыщенные, полиненасыщенные, омега-3, жиры, витамины, калий, магний помогают сохранить сердце здоровым. Принимать их надо каждый день и очень хорошо, что они есть в продуктах, и эти продукты, которые содержат эти вещества, есть и они вкусные. Какие же? Авокадо. Про авокадо мы с вами говорили не раз, в видео про жиросжигатели в частности. Ученые выявили, что люди, употребляющие авокадо ежедневно, хотя бы в течение недели, уровень холестерина у них падал на 20%. Помимо содержания витаминов, укрепляющих иммунитет, авокадо содержит магний и калий, особые элементы для лечения гипертонии. Некоторые диетологи даже рекомендуют делать сэндвичи с тонкими ломтиками авокадо вместо масла. Это полезно для сосудов, для фигуры и приятный вкус. Также можно рекомендовать смузи из авокадо киви и яблока. Орехи. Из орехов миндаль, например, содержат много мононенасыщенных жиров, витамина Е и клетчатки. А грецкие орехи отличный источник омега-3. Снижается уровень плохого холестерина. Возьмите с собой горсочку орешков, так вы замените перекус пирожульками, булочками, бутиками в течение дня. Лосось или другая, но жирная рыба. Это скумбрия, сельдь, тунец и, конечно, лосось. В ней много омега-3, поэтому надо включать в свой рацион такую рыбу 2 раза в неделю. Это снизит риск среди сосудистых заболеваний. За счет уменьшения воспалений снизит уровень 3 глицеринов. А также поможет повысить уровень липопротеинов высокой плотности, которые называют еще хорошим холестерином. Спаржа. В ней клетчатка витамины К, В1, В2, С, Е, что снижает кровяное давление. Препятствует образованию тромбов, которые вызывают серьезные сердечно-сосудистые катастрофы, приводят к инсульту, к инфаркту. Следующее брокколи обладает большим количеством клетчатки, которая помогает уменьшить стресс и нормализовать кровяное давление. Куркума. Главный компонент куркумы. Куркумин. Сильное противовоспалительное средство. Посмотрите наше видео о куркуме. Исследования показали, что высокий уровень куркумина уменьшает жир на стенках артерий на четверть. Хурма. Хурма содержит антиоксиданты и полифенолы, снижающий уровень гадкого холестерина и 3 глицерина в крови и поддерживает частоту артерий. Корица. Согласно исследованиям, 1 чайная ложка корицы, богатая антиоксидантами, уменьшает количество жиров в крови, предотвращает образование мляшек на стенках сосудов, хорошо снижает уровень вредного холестерина. А что нужно? А всего-то посыпать корицей свой утренний латте хотя бы. Клюква. Богатая калием клюква снижает уровень плохого и поднимает уровень хорошего холестерина. А регулярное потребление снизит риск сердечных заболеваний на 40%. Сыр. Наука показывает, что у людей, которые едят 3 порции хотя бы молочных продуктов с низким содержанием жира в день, систолическое, то есть верхнее первое давление, ниже, чем у тех, кто это не делает. Этого не ест. Арбуз. Не только диетическая еда, но и защита сердца. В нем есть L-цитрулин, такая аминокислота, которая помогает организму вырабатывать оксид азота. А он расширяет кровеносные сосуды, поднижает артериальное давление. Шпинат. Одна порция шпината может нормализовать уровень гомоцистеина, известного фактора риска атеросклероза. Цельные злаки, растворимая клетчатка, содержащаяся в цельных зернах, таких как хлеб и цельные пшеницы, коричневый рейс овсянка, связывает холестерин с едой и выводит его из организма. Соль. Высокое содержание белка, клетчатки, железа и фолиевой кислоты играют значительную роль в профилактике инсульта и инфаркта. На сегодня все. Берегите себя. Не давайте болезням никаких шансов победить себя. И тогда все будет хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!